Всем привет, с вами Юлия Янова и сегодня поговорим с вами о жирной коже, расширенных порах, возможных воспалениях, потому что они обычно все идут вместе и что же с этим всем можно сделать. Это видео ответ на такой крик души. Девушка написала в комментарии, Юля, что делать с жирным блеском, с расширенными порами, я готова использовать все, что ты скажешь, вот как ты скажешь, так я буду делать, потому что я уже не знаю, что делать. Под этим комментарием сразу еще один, да-да, я тоже готова использовать все, что угодно, и сразу у этих комментариев очень много лайков. Я понимаю, что это очень такая болезненная, большая тема. Первое, что хочу я вам сказать, что я не хочу, чтобы вы использовали вот тупо, что я вам скажу, и чтобы вы перестали использовать вот то, что возможно вам поможет, вот вы это средство попробуете, может быть. Нет, проблема здесь в том, что нужно менять полностью весь уход, то, что кожа это комплексный подход, и если она выделяет много жира, значит у этого есть какая-то причина. Что с этим делать, я сегодня подробненько расскажу, вот тут у меня набросало даже себе достаточно быстро, чтобы вам быстро эту тему как-то обозначить. Но проблема с тем, что вы берете какое-то средство и полагаетесь на него, а потом оно для вас не сработало, вы переходите к другому, еще в том, что вы не знаете, что не сработало. Вы не знаете, что конкретно для вас было хорошо, что было плохо, и вы опять не понимаете, какое средство покупать. То есть вы перебираете средства, это очень много денег, очень много времени, очень много разочарований. Поверьте, я как человек с проблемной кожей, там с 13 лет, очень много неприятных моментов, и воспалений очень много, и жирность, расширенные поры, это блеск, это косметика там не лежит. Все можно со временем убрать, все можно держать под контролем, и серьезно, я получаю сейчас такие комментарии, что люди, которые думали, что у них жирная кожа, они говорят, что оказывается, что у меня кожа нормальная, вот что значит правильно подобрать уход. Вот, и вот в личке буквально тоже недавно переписывали с девушкой, она говорит, я вот перестала делать вот это, вот это, вот это, стала делать вот так, вот так, вот так. Ну, не очень, с моей стороны, скромно говорить, что вот она сделала, как я сказала, да, по шагам примерно, у нее очень хорошие результаты. Но большой вывод о том, что кожа перестала выделять слишком много сала, она стала сама себя регулировать, и уже нет необходимости там каким-то дополнительным штукам для матирования. Вот это большой плюс, и у очень многих из вас это все может тоже произойти. Все такие уже сидят, давай, давай, чего ты там уже рассказываешь, что же делать. Начнем с того, что жир, то, что у нас есть на коже, это наш защитный липидный барьер. Но на самом деле это не совсем жир, то есть это ближе вот к воску, наверное, много компонентов, и у всех у нас и керамидов, и жиров, аминокислот, сквалена, в разной какой-то пропорции содержится в нашем защитном слое. То есть у нас у всех жирность индивидуальная, и конкретно, если кому-то помогло какое-то масло, в этом масле была аминокислота, которой человеку не хватало, это не значит, что оно всем вообще подойдет, да. Вот это тоже нужно понимать. И то, что у нас жир на коже, то, что он выделяется у вас, у этого тоже есть смысл, у этого есть причина, это ваша защита. Поэтому самое первое для жирной кожи, расширенных пор, воспалений, любых проблем с кожей и жирностью, это перестать смывать этот защитный слой очень активно, потому что ваша кожа, как хорошая девочка, сразу начинает еще больше его вырабатывать. Но так как на то, чтобы выработать жир, нужно время, то после того, как вы умылись, вы смыли этот жир, кожа стала беззащитной, вам кажется, что ой, какая классная кожа, она гладенькая до скрип, жира нет, как классно. Дайте коже 2-3 часа, вы сами прекрасно понимаете, что через 2-3 часа это будет просто жирный позеблинчик. Это просто защитная реакция. Если вы перестанете смывать то, что коже необходимо, она перестанет это вырабатывать. Почему расширенные поры у жирной кожи? Потому что очень много сала вырабатывается. Если вы замечали, что у людей, у которых сухая кожа, они обычно на расширенные поры-то не жалуются. Потому что сала вырабатывается мало, поры маленькие. И поры, несмотря на то, что есть какие-то там дебаты, что вот это ДНК, пора, это вам не дверь, она не открылась, закрылась. Нет, нет, естественно, невозможно открыть-закрыть пору. Вот в течение одного дня она у вас стала больше и меньше. Но с течением времени поры могут стать меньше, это факт. И на самом деле, вот, например, ретинол, он влияет на то, как активно вырабатываются жиры, сало вашими порами. По поводу черных точек. Естественно, что если поры расширенные, то в них может что-то сбиваться, оставаться сверху, оно все окисляется. Черная точка – это просто окислившийся жир. Вы тоже наверняка об этом знаете. Со временем, когда вы будете следить за кожей и все делать правильно, у черных точек тоже станет меньше. И вот мы подходим к теме кислот. Вам нужны би-ячей кислоты. Что делает би-ячей кислота, сальциловая кислота? Она жирорастворимая, и она делает ваш жирок там более текучим. Он проще и быстрее выходит. Это значит, что закупоривание пор будет меньше, то, от чего бывают прыщи, вот черные точки. Это значит, что сало будет выходить проще, если вы перестанете его агрессивными средствами смывать, спиртом. Точно так же часто кожа жирная, она еще и раздраженная. То есть вам кажется, что воспаление, например, это вот прыщи, это именно какая-то инфекция. Иногда это именно аллергическая реакция, причем накопленная на какие-то очень агрессивные ингредиенты. На какие-то масла, например, цитрусы, на что-то еще. Поэтому, когда вы действительно боретесь за здоровье своей кожи, вот именно с воспалениями, с какой-то, с розоцеей, еще с чем-то, стремитесь к тому, чтобы в вашей косметике, в вашем уходе исчезли средства с сильными ароматами, вот с какими-то ароматическими такие вещи. Масла какие-то эфирные, которые могут быть потенциальными аллергенами. Экстракты тоже вот это вот все, часто из разряда натурального, может быть раздражающим. И то, что раздражает вашу кожу, оно может накапливаться и не видно сразу. То есть бывает такое, что вы что-то нанесли, и через 5 минут у вас раздражение. Это сразу новое, это аллергия. Но бывает такое скрытое, накапливающееся, как sun damage, как то, что мы получаем от солнца годами. Мы с детства, например, не носили санскрин, а потом в 25 вдруг морщины. И вы думаете, что это из-за возраста, это на самом деле просто накопленный вот этот вот sun damage, все эти повреждения от солнца. С раздражением может быть точно такая же история. Поэтому вот переход в сторону нейтральных вещей, может быть даже каких-то больше аптечных. Там, где нет ароматов, там, где вот нет ничего лишнего, включая спирт, когда вы чувствуете его запах. Это тоже очень сильно здорово скажется на вашей коже. И я договорю, конечно, про кислоты, потому что в BHA именно в средствах с салициловой кислотой часто содержится спирт, и он там нужен, чтобы лучше проник в кожу, чтобы лучше для вас сработал. Но если вы прям чувствуете по запаху, лучше не надо. И плюс, есть действительно средства с BHA без спирта. И, например, это Polo, также в корейских брендах. Мне кажется, что у COS RX тоже нет спирта. Сегодня я не принесла никаких средств. Мы с вами о них отдельно поговорим, если вам это будет нужно. Но мне кажется, если я вам раскидаю сейчас все, что вам нужно знать, и вы 2-3 месяца на это положите, вы увидите положительные результаты. Потому что кожа примерно за 1 месяц обновляется. То есть нам нужен хотя бы 1-2 цикла, чтобы посмотреть, что действительно для вас сработал новый ход. Нового особо не ждите ничего через минуту. И те средства, которые дают вам мгновенный вот этот результат избавления от жира, понимаете, что кожа даст вам еще его снова, если вы не сбалансируете этот момент. И балансировка, естественно, вашего защитного барьера, это очень важно для любого типа кожи. То есть вы все-таки должны подкармливать свою кожу и керамидами, и маслами какими-то, аминокислотами. Это должны быть масла такие нейтральные для кожи. Масляные сыворотки какие-то на более дорогой стороне, это тоже я вам все показываю. Есть на iHerb и на более дешевой стороне очень тоже хорошие масла. В маслах у меня отдельное тоже видео было, если захотите, я вам еще одну сделаю. Также вашей коже нужны витамины. Неоцинамид очень здорово для проблемной кожи, для жирной кожи. Это витамин В3. Витамин Д, он восстанавливает сопротивляемость кожи. С квалентом тоже для увлажнения. Жирной кожи точно так же нужно увлажнение. Нельзя путать сухость и дегитрированность, да. То есть кожа может быть сухая, это мало жира, либо много жира, она жирная, и она может быть обезвоженная. Вода все равно должна присутствовать. И здесь я перехожу именно к текстурам. То есть вы когда добавляете уход, вам все-таки уход нужен, вам нужно увлажнение. Но у вас достаточно своего жира на лице. Нет необходимости сначала смыть жир, потом его нанести в креме. То есть если у вас много своего кожного сала, кожного жира, то вам нужны очень легкие текстуры. Выбирайте гелевые текстуры. Отказывайтесь от того, чтобы наслаивать много средств. Выбирайте легкие сыворотки. Какие водянистые, гелевые сыворотки. Вот такие средства можно наслаивать. Например, там витамин В у вас, легкая сыворотка, практически водичка, там несколько капель. Сверху вы не ацинамид добавили. Например, от Резавики, та же вот сыворотка с птичьим гнездом, мне очень нравится. Сверху вы можете еще добавить тоже какую-то легкую очень сыворотку. Вот сейчас я тестирую, это DCL, тоже очень легкая. И сверху еще какой-то гелевый крем. То есть вы очень много дадите своей коже именно легкими водянистыми текстурами. Тоники используйте, опять же, без спирта. Вот именно для жирной кожи это достаточно важно. Важно для всех типов кожи. На самом деле содержание спирта в косметике это не такой вот жестокий фактор. То есть если вы что-то со спиртом использовали, просто убедитесь в том, что вы потом достаточно влаги там тоником, еще чем-то. С чем-то вы это сбалансировали. То есть не все средства со спиртом будут так уж ужасно. Но я говорю об этом отдельно, потому что люди, которые вот лечат свою жирную кожу, проблемную кожу, своей расширенной поры, очень часто покупают средства именно по типу кожи. Вот для жирной, вот для проблемной. И там содержится как раз все такое нехорошее. Поэтому, с одной стороны, конечно, стоит обращать внимание именно на линейку для жирной кожи, для проблемной. То есть, скорее всего, там будут и текстуры другие полегче, и какие-то компоненты более нужные. Но в них больше идет упор на борьбу с жиром. Мне кажется, по моему опыту, и по опыту вашему, то, что я из ваших сообщений в личку, из комментариев понимаю, то, что кожа сама относительно жирного баланса справится. Перестаньте его смывать, давайте коже достаточно питания, чтобы она получала все, что ей нужно, и она перестанет вырабатывать лишнее. То есть, напирать на средства, которые именно подавляют жир, которые именно будут убирать этот жир, ну, наверное, не стоит. Но также они, конечно, могут присутствовать у входа, и просто вы должны понимать, для чего вы что используете. Ну, если подытожить, один очень важный, вообще важнейший шаг – это перестать умываться с агрессивными средствами. Перейти на масла для умывания, на бальзамы для умывания. Вы удивитесь, насколько вашей коже могло не хватать как раз-таки вот масел, да. И не то, что жирность от масел, не нужно вот так вот накладывать большими такими слоями это все. Втирать в воспаление точечное, это очень здорово, в постактное. Если у вас уже шелушится, там вы чем-то пересушили, тоже очень круто. Но вот именно блинчик создавать и постоянно наслаивать – нет. После умывания тонкий слой масла, вы какое-то время с ним походили, дальше вы можете накладывать еще что-то сверху, либо промокнуть сначала, если какие-то остатки там есть. Дальше у вас уже будет следующий уход. Но хотя бы там масло винарградной косточки, масло жижаба. Масла, которые, например, на том же iHerb или где-то на Кольбьюти позиционируются как масла для проблемной кожи, для жирной кожи, тоже стоит на них обращать внимание. Особенно здорово это, когда это микс. То есть там будет много масел, которые собраны именно по вот данной тематике. Там жирность кожи, сухость кожи. Не значит, что вам не подойдет масло какое-то нейтральное или для сухой кожи. Также просто большая вероятность того, что вы встретите нужные аминокислоты для вашей кожи, именно в маслах для жирной кожи. И про ретинол еще пару слов. Действительно лечат и акне, и воспаление все такое вот ретинолом. Отдельно есть адепалент, то, что я использую. Использую его точечно. Иногда есть у меня там чуть больше воспаления. Я понимаю, что мне нужно полностью это нанести на лицо. Это тоже отлично работает. Опять же, если мы используем ретинол, ретиноиды. Да, просто ретинол это то слово, которое вы все понимаете. Вы понимаете, о чем мы разговариваем. Ретиноиды нам нужны. Они все будут действовать в итоге на подавление избыточного салоотделения. Конечно, это зависит от формы, от концентрации, от всего такого. Но в целом они будут кожу подсушивать. Но со временем будет подтягиваться увлажнение с более глубоких слоев. То есть, если вы ретинолом долго пользуетесь, то кожа уже будет более увлажненной. Но за счет влаги, не за счет жира. Все вот это тоже важно помнить. Итак, нам с вами нужно ухаживать за кожей, как просто за кожей. Не важно, она жирная, сухая, нормальная. И, значит, удавать ей все питание, которое ей нужно. Масла, керамиды, сквалена, неоцинамид, витамины, пептиды. Если вы хотите стимулировать как-то там свою молодость, то как кожа выглядит уже на этой стороне. И при этом мы убираем агрессивные средства с яркими ароматами. То есть, ароматизаторы очень часто вызывают раздражение. Все, что со спиртом. Именно там, где этот спирт очень активный и явный. Там вы где понимаете, что эта формула недорогая, некачественная. Если у вас вопрос именно в деньгах, обращайтесь к корейской косметике. Это то, что доступно. Это то, где за формулами следят. И у них очень хорошие составы. Я сейчас тестирую несколько средств новых, и Лизавека, и ретинол, и кислоты еще, и откос РХ. Они отлично, они действительно хорошо работают. То есть, более дешевая это Корея, более дорогое это то, что великобританские бренды представляют. Какие-то европейские, американские. И я, на самом деле, очень часто вам рассказываю об одних и о других. И на самом деле, если вы внедрите в постоянный уход BHA кислоты, то вы можете даже обойтись без ретинола. Отдельное слово, конечно, нужно сказать относительно глиняных масок. Относительно именно дополнительного ухода. Тканевые маски с пометкой для жирной кожи. Мне нравится, мне кажется, что это здорово, это работает. Потому что в них всегда есть еще и увлажнение какое-то. Глиняные маски. Я в них добавляю масло. И это для жирной проблемной кожи, когда есть какие-то воспаления. Это вообще идеально. Там есть и масло, там есть и очищение. Маски с углем. Детокс маски. Маски очищающие поры. Это тоже все работает. То есть, конечно, жирная кожа более такая требующая работы. Я сама знаю это. Если я буквально там недельку где-то без масок, без какого-то дополнительного ухода, я могу заметить у себя какие-то проблемы. Но у меня еще есть достаточно большой момент того, что я тестирую много косметики. Ну, так случилось. Вот уже я за это взялась. Я не могу броситься где-то на середине. Там не снять, например, про какой-то отвент. Ну, все. Я такой человек и не могу это уже бросить. При этом я понимаю, что часто нужно делать разгрузочные дни. Часто нужно переходить вообще, например, на аптечную косметику. И в итоге кожа балансируется. Кожа будет нужна, если сухая, меньше слоев ухода. Если жирная, будет нужно меньше мотирования, меньше убирания жирного блеска и всего остального. Кожа ваша придет в норму. Но дайте ей время. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их. Потому что я понимаю, что информации много. Мне пока сложно ее структурировать. Потому что я не совсем понимаю, какие у вас главные запросы. И вы, скорее всего, не знаете. Вам может кажется, что у вас действительно жирная, проблемная кожа. А на самом деле кожа просто раздраженная. И кожа постоянно защищающаяся от того, что вы себя все это смываете. То есть, возможно, проблема совсем в другом. Правильное очищение, правильные ингредиенты, правильные текстуры. Убирать то, что раздражает, убирать то, что высушивает. И ваша кожа придет в норму. Если у вас какие-то проблемы, связанные именно с вашим телом. То есть, вообще, может быть, это гормоны. Либо еще что-то. Либо какая-то проблема с внутренними органами. Естественно, это нужно лечить. Но вы можете коже своей помогать. То, что до кожи доходит, вы здесь на этом уровне можете это решить. Но если вы понимаете, что домашним уходом у вас это все не получается. Или получается, но не до конца. Идите к доктору, идите к профессионалу. Да, таких вас будет мало. Допустим, там 3-4% людей, которые действительно чем-то болеют. И вам нужна какая-то помощь. Но вероятность, это тоже все равно существует. Поэтому убирайте все агрессивное, добавляйте все позитивное. И на первых порах относитесь нормально к тому, что кожа будет просто чуть жирная. То, что она первые час или два после умывания не такая жирная, как через 2-3 часа. Ну, просто будете первое время почаще пользоваться матирующими салфетками. Или там как-то припудривать. Но лучше, конечно, мне кажется, сначала матирующие салфетки вы убираете. Если нужно поправить макияж, вы припудриваете. А так сверху слой, 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 это тоже не очень хорошо. Об очищении обязательно посмотрите видео, если вы не видели. Чтобы вы хотя бы примерно имели представление о том, на какие средства обратить внимание. Какие типы средств. Вот не конкретно это средство, а тип средства. И в конце, по опыту уже людей, с которыми я какое-то время общаюсь, которые какое-то время смотрят мои видео. Это те, кто хочет, как они говорят, вывести свой уход на другой уровень. Это те, у кого действительно позитивные изменения с кожей. Мне пишут, спасибо тебе за мою красивую кожу. Мне кажется, что это очень, конечно, не скромно. Но сейчас нужно это сказать, чтобы вы понимали, что этот подход работает. Что подход не просто собрать каких-то средств и среди них выбирать, что тебе там поможет или нет. Разобраться, как это работает. Это делается один раз. Пусть не сразу вам все будет понятно. Пересмотрите предыдущие видео, найдите на это время, подпишитесь, смотрите какие-то новые видео. Задавайте вопросы. Когда вы задаете вопрос, если это один раз заданный вопрос, но он немножко растворяется, если там много людей поддержали этот запрос и вопрос, то я понимаю, что это важно, я об этом снимаю видео быстрее. Берите уже в свои руки свою кожу, и все с ней будет в порядке. Я вас уверяю, что вы перестанете столько денег тратить на кучу средств. Если вам нравится, конечно, куча средств, без вопросов, просто к тому, что когда у вас очень много средств, они все недорогие, ничего из них не работает, может быть, все-таки стоит как-то меньше их покупать, а купить, допустим, 2-3 средства чуть более дорогих, на которые будут работать, то есть такой подход тоже рассмотрите. И не делайте резких движений, пока вы в чем-то там не уверены. Постепенно, шаг за шагом, все будет улучшаться, и вы увидите позитивные изменения. И это все на сегодня. Я желаю вам красивой, великолепной кожи, которая будет вас радовать в зеркале. Благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной волне. Мы с вами обязательно увидимся. Всем пока!